Аллаху Акбер! Аллаху Акбер! Радом с вами сейчас гендиректор хач-компании Маруатур Булат. Сегодня уже проходят первые вылеты на родину. Можно подводить какие-то промежуточные итоги. Как все проходит сейчас? Всем ли вы довольны? Все ли идет по плану? Да, на самом деле сегодня у нас первый день выезда паломников из гостиниц. Прямые рейсы сегодня у нас уже вылетел самолет. Один самолет уже как бы на родине находится, уже приземлились. Следующий рейс, который должен прилететь завтра, мы его уже отправили из гостиницы. В данный момент они направляются в аэропорт. Сам план вывоза проходит по графику, задержек нет. Надеемся, что завершим полностью программу вывоза по тому плану, который был изначально назначен. Напомню, что вывозят наших паломников в Россию те же компании, которые привозили сюда. Это две иностранные компании, Fly Dubai и мирская компания, которые возят паломников из Дубая для тех программ, которые приезжают со комбинированным рейсом. И прямой рейс организовывает такжикская авиакомпания, сам МНР. Вылетает по графику, пока проблем не видим. Надеюсь, все пройдет благополучно. Не секрет, что хадж-компания этого года была под угрозой срыва. И вот вы сейчас тоже говорите про иностранные компании. Почему именно с ними мы сейчас сотрудничаем? И вообще, с какими трудностями приходилось сталкиваться за эти несколько месяцев при организации? На самом деле, во-первых, мы находились в ожидании хаджа в течение трех лет. То есть, мы последний раз находились здесь три года назад. Два года был хадж отменен в период пандемии. И Саудовская Аравия долго тянула с принятием решения вообще о допуске иностранных паломников в этом году. Решение это принято было относительно поздно. И у нас оставалось немного времени для подготовки. И плюс к этому наложились дополнительные сложности, связанные с обстоятельствами, которые находится сейчас наша страна. Это те санкции, ограничения, которые в том числе ограничивают и нашу деятельность, так как это связано с выездом в другие страны за пределы России. И эти ограничения все вместе как бы ставило под угрозу хадж на самом деле для всей России. Это не только для Дагестана. В первую очередь, это было связано с тем, что были наложены ограничения на авиаперелеты. То есть, российские компании уже не способны были выполнять рейсы в другие страны. И во вторую очередь, это невозможность своевременных проведений платежей в Саудовскую Аравию, что необходимо для получения виз. Слава Богу, все прибыли. Хадж в этом году состоялся, уже можно сказать по итогам. Я надеюсь здесь, в этом плане, это тот вопрос, который Всевышний решил в пользу паломников. Мы общаемся с разными паломниками, сами фактически присутствуем как паломники. И общаемся с разными, много знакомых здесь, товарищей. И у многих людей, в том числе у наших подписчиков, зрителей, телеканалов и так далее, накопились определенные вопросы, актуальные, я скажу вопросы, на которые нужны ответы. Первый, самый распространенный вопрос, почему хадж такой дорогой? Мое мнение, что люди сравнивают это не то, чтобы с какими-то странами, с какими-то регионами. Насколько я знаю, у нас самая низкая цена на это все. Но люди, мне кажется, сравнивают с Умра, даже я тоже задаюсь этим вопросом. Почему хадж настолько сильно дороже, чем Умра в 3-4 раза? Ну, здесь, на самом деле, это связано с особенностями самой поездки на хадж. То есть, сравнивать поездку на хадж, к примеру, с туристической поездкой в какую-либо другую страну, будет не совсем корректно. Даже для понимания, как бы, да, вот зрителей скажу, вот виза на хадж, чем она отличается от визы в другую страну? Виза в другую страну – это разрешение на въезд. То есть, страна разрешает конкретному человеку въехать в ее страну и пребывать там. Виза на хадж – это, помимо разрешения на въезд, это еще оплата стоимости услуг, которые тебе оказывает принимающая сторона, то есть Саудовская Аравия. Это услуги, связанные именно с организацией этого паломничества. Это, в первую очередь, нахождение паломника в течение обрядов хаджа в палаточном городке Мина, Арафа и Муздалифа. Плюс стоимость трансфера по Саудовской Аравии, гостиницы Медени, гостиницы Мекки. Теперь вот этот весь перечень услуг, стоимость и тарифы на эти услуги определяет принимающая сторона. И сейчас я перехожу к вопросу, почему так стало дорого. Стоимость это определяет, как я уже сказал, принимающая сторона. И последний раз, когда мы совершали хаш в 2019 году, действительно стоимость этих услуг была почти в пять раз ниже, чем сейчас. То есть подорожание произошло в пять раз. Чем это продиктовано со стороны Саудовской Аравии, трудно рассуждать. Но мы все, в том числе паломники, и мы как организаторы паломничества всего мира, не только Дагестана, не только России, но и всего мира, мы ожидали, что такое повышение повлечет за собой и такое же повышение качества услуг. Но, к сожалению, как бы констатируем факт, что мины Арафа и Муздалифа остались практически теми же, которые были и раньше. Это тот вопрос, который на самом деле актуальный вопрос. И по итогам хаджа мы на совещании с советом по хаджу в хаджмиссии Российской Федерации об этом с коллегами обсуждали. Планируется такое коллективное письмо направить от Российской Федерации в министерство по хаджу в Саудовской Аравии, где будет этот вопрос подниматься. То есть почему так в разы поднимается стоимость услуг, но качество услуг не меняется при этом. Не могу сказать, что вообще никаких изменений есть, но они очень незначительные. Они не такие, чтобы можно было поднимать цену вот так в пять раз. Там еда чуть стала лучше, но проблемы, как и были, проблемы с кондиционированием в палаточном городке, проблемы вообще с общим таким нахождением, санузлы и так далее, они такие же, какие были и пять лет назад, и десять лет назад. К сожалению, это есть. И вот именно повышение стоимости этих услуг, оно влияет на повышение стоимости хаджа. Калькуляция всего хаджа, она за основу берется как раз стоимость этих услуг, плюс стоимость перевозки. Учитывая то, что помимо того, что поднялась стоимость этих услуг, плюс еще то, что перевозкой российских граждан занимались иностранные авиакомпании, это не российские компании, Fly Dubai и Самунаэр, стоимость перевозки тоже возросла. Поэтому в копию выходит такая цена, которую мы увидели в этом году. Она значительно отличается от прошлых цен, но при этом, хочу сказать, не устаю об этом говорить, чтобы люди это понимали. Стоимость хаджа в Российской Федерации ниже среднего уровня, ниже средней цены по миру. И она значительно ниже стоимости хаджа даже для стран, которые соседствуют с Российской Федерацией, даже для стран СНГ. Мы находимся в отеле, его в народе называют Афиз Равза, правильно? Ну, как мне сказали, я впервые в хаджи, это самый топовый отель, который нам предоставляют именно в Мекке. Но, тем не менее, есть отели, еще другие определенные отели, которые тоже сотрудничают с Марва Туром. Но у них условия немного попроще, так скажем. Почему так? По какому принципу выбирали эти отели? Вот люди определенную сумму оплатили, какие-то люди попали сюда, эконом комбинированный, какие-то люди попали в другие отели, где условия, ну, мягко скажем, попроще. На самом деле, отель, в котором мы находимся, этот отель в этом году, мы вообще впервые работаем именно с этими отелями, он значительно лучше, чем то, что было в прошлые годы. Связано это с тем, что ограниченная квота Саудовской Аравии, она такие условия сформировала, при которых стоимость на отели в целом немножко снизилась, в Саудовской Аравии, в Мекке, в Медине. И примерно за те же деньги, за которые мы брали раньше отели, мы смогли взять отели получше. Но почему отличаются теперь отели? У нас действительно 5 гостиниц, 5 отелей в Мекке в этом году. Изначально мы рассчитывали на ту коду, которая была первоначально выделена для Дагестана. Это 4500 мест. То есть отели бронировались под это количество. Те отели, которые бронировались под это количество, они примерно одного уровня. К сожалению, невозможно взять абсолютно одинаковые отели, они в любом случае будут отличаться, но они примерно одного уровня. Как минимум, они должны удовлетворять минимальный пакет услуг, который мы и обозначаем, то есть эконом. То есть это минимальные условия. После того, как мы получили дополнительную квоту, а это было уже ближе к концу сезона Хаджа, естественно, стала задача съема дополнительных отелей. И при съеме дополнительных отелей ты уже ищешь из того, что есть в Мекке, потому что не все отели на самом деле в этом сезоне работают. Опять-таки, потому что маленькая квота всего 850 тысяч иностранцев. Очень много отелей закрытых, которые не готовы были к работе в этот сезон. И вот последние отели, которые мы бронировали, они отличались от того, что мы бронировали заранее. Но хочу сказать, что даже при этом учитывая, то есть в Хаджи нужно учитывать не только обстановку в самом отеле, в комнате как бы внутри. Огромное значение имеет и локация. Допустим, может быть отель, который очень удачно расположен для исполнения обрядов Хаджа, но при этом он по уровню своему будет уступать отелю, который находится там намного дальше. Если отель расположен таким образом, что паломнику удобно из Мина добраться до своего отеля, и своего отеля вернуться в Мина передвижение до Харама и обратно, то локация этого отеля дает такой дополнительный бонус. Просто не все паломники, особенно те, кто приезжает впервые, они могут это понимать. Как правило, те, кто опытные, кто приезжает повторно, они основной акцент ставят на локацию. То есть для них не столько будет важен уровень комфорта, уровень сервиса, сколько локация отеля. Для паломников, которые приезжают впервые, они не совсем ориентируются, не совсем понимают вот эту логистику Хаджа. И всегда стараемся выбрать такой баланс между состоянием отеля и его местоположением. Я просто хочу сказать, что для нас, на самом деле, для организаторов, не только для нас, для любой компании, работать с отелями высокого класса гораздо легче, гораздо проще, и проблем бывает меньше. Но должен при этом понимать каждый организатор, что если он берет отели высшего класса, то на выходе цена будет совсем другая. И не учитывать пожелания людей, не учитывать их платежеспособность только для того, чтобы сказать, что у тебя все отели самые хорошие. Это сложно, потому что не все дагестанцы смогут прилетать потом для совершения Хаджа. Потому что здесь очень большое количество людей, для которых важно само совершение Хаджа. И очень важно им дать эту возможность совершить этот Хадж, то есть уложиться в ту цену, которую они бы смогли совершить Хадж. В палатке в долине Мина какая-то часть паломников прибыла на место, и там уже эти палатки были заняты кем-то другим. В этом случае в долине Арафа. Я ошибся? В долине Арафа. Так получилось, что мы приезжаем, а палатка уже занята. В чем была загвоздка, почему так получилось? В долине Мина и Арафа, и Муздалифа – это такая общая проблема, решать которую тебе приходится очень большими средствами и силами. То есть большое количество людей задействовалось для этого. Основа этой проблемы, и кстати об этой проблеме мы уже заявили министерству Хаджа, и очень просим их для того, чтобы они решили эти вопросы. Основа этой проблемы в том, что мы узнаем местоположение наших паломников, то есть там, где они должны заселяться, очень поздно. То есть мы не знаем о территории, на которой будут проживать наши паломники в Мина Арафа и Муздалифа, достаточный срок, который позволил бы нам прям полноценно его подготовить. То есть это буквально происходит за полтора дня, иногда за день, иногда бывает за какие-то считанные часы до выезда паломников в Мина. Только нам предоставляет саудовская сторона местоположение наших паломников, то есть где они будут заселяться. Как правило из 10-9 случаев, что они не совпадают. То есть если тебе должны предоставить 5800 палаток, 5800 мест палаток, тебе реально предоставляют 5400, 5300, как правило не хватает 300-400 мест. Это головная боль, которой ты начинаешь заниматься, ты начинаешь решать прямо в режиме онлайн. В этот период уже паломники готовятся к выезду, а у тебя еще не решено вопрос с количеством. Тоже самое ситуация на Арафа. Плюс вот в этом году такой сюрприз с одной стороны хороший в том, что никогда раньше не предоставлялись паласы, матрасы на долине Арафа. Вроде бы это хорошо, что они есть, но плохо, что их мало, что они недостаточны для всего количества. И когда ты узнаешь о том, что они у тебя во-первых есть, тебе опять нужно время на этот пересчет, на то, чтобы их разложить как положено, с учетом рейсов, с учетом групп, с учетом мужских и женских палаток по отдельности, это все приводит к тому, что на момент приезда паломников местность Арафа не всегда бывает еще полностью готова. То есть работа может быть выполнена процентов на 70, на 80 только к этому моменту. Это действительно головная боль для нас. Вот у нас сегодня была встреча с комитетом по контролю качества со стороны Саудовской Аравии. Мы сегодня этот вопрос поднимали. Мы его и письменно хотим поднимать, просим их, требуем о том, чтобы информация до нас доходила своевременно, чтобы физически могли это подготовить. Для компаний, у которых небольшое количество паломников, для них это не так актуально. То есть там заселить 200-300 человек, это не так сложно. Но когда у тебя 6-10 тысяч человек, и тебе за считанные часы нужно их перевезти из отелей одновременно в палаточный городок, который тебе надо разбить его по мужским и женским палаткам, учитывая рейсы, там своя как бы очередность, это создает очень большую проблему. Это проблема, с которой сталкиваются очень многие страны, к сожалению. Я надеюсь, нам обещают, по крайней мере, что к следующим годам они пересмотрят эту ситуацию, надеемся, что проблема будет решена. Нам остается поблагодарить вас за работу, пожелать удачи, и чтобы хадж завершился, чтобы вся эта работа завершилась гладко. Спасибо вам большое. Конечно, при всех тех стараниях и усилиях, которые мы вкладываем в работу, мы понимаем, что идеально выполнить работу невозможно. Все люди, они допускают какие-то ошибки. Но самое главное это то, что каждый сотрудник компании, он действительно искренне старается вкладывать весь свой труд в то, чтобы улучшить эту работу. И мы надеемся, что паломники это видят и замечают это. И мы постараемся, чтобы с каждым годом работа только росла. В этом плане мы открыты для замечаний, открыты для пожеланий паломников. Если вы обратили внимание, у нас в гостиницах есть специальные коробочки, куда паломники могут писать анонимно свои пожелания и жалобы. Мы открыты, мы обязательно все перечитываем, смотрим, читаем, надеемся, что качество нашей работы будет расти с каждым годом. Он имеет очень интересную душу! Пidentally, чудовище! Убийость во всем È. Убийство в воздухе gardens, и зак być красивой или делом комп Rica в Каком�ном компенс 눈물,